Спорт занимал особое место в жизни пионеров. В правилах пионера прямо говорилось, пионер должен заниматься физическими упражнениями на площадке, не пить спиртных напитков и не курить. Физкультура, как и сегодня, входила в обязательную школьную программу. Очень частым элементом физкультуры в прошлом веке были гимнастические пирамиды. Это акробатические фигуры из людей, становящихся друг на друга в несколько этажей. Сложные гимнастические пирамиды были обязательным атрибутом спортивных парадов. Школьники выполняли фигуры попроще. Пример такой живой пирамиды можно увидеть в знаменитом фильме «Добро пожаловать или посторонним вход запрещен». Там ребята вместе с учителем физкультуры готовили простую пирамиду к родительскому дню. Отбирались для таких акробатических трюков только самые спортивные юноши и девушки. Хорошая физическая форма нужна не только для спортивных достижений. Она может пригодиться в ситуации, когда нужно спасти человека. Наш герой ролика знает об этом не понаслышке. Меня зовут Егор, мне 14 лет и перехожу я в 9 класс. Когда это все произошло, мне было 10 лет. Это был 2017 год. Мы с другом решили прогуляться на зимнюю лыжную трассу. Ну, зимой она работает, а летом это прогулочная зона. Увидели вдалеке дым, почувствовали запах гари. И мы незамедлительно решили пробежаться туда, посмотреть, что случилось, потому что может гореть дом, трава, что угодно. Ну, это было примерно здесь. Я начал тушить. Начал тушить пожар, но, конечно, этого не хватило. И также начал тушить ногами. Чак возгорания был примерно, ну, может быть, вот, ну, почти как эта полянка даже. Все начало очень быстро разгораться. И поэтому нам пришлось вызвать пожарных. И они, конечно, мне сначала не поверили, но я все так убедительно рассказал. И они приехали, может быть, минут через 7-10. Нам пришлось встретить их на въезде на дорогу. И они приступили к тушению пожара. Все обошлось. Посадка леса не сгорелась. Дома тоже остались целы. Когда мы только увидели пожар, наверное, все-таки не паниковали. Но в то же время любая защитная реакция человека на огонь – это все равно небольшая доля страха. Когда пожарные потушили огонь, они нас поблагодарили, а также сказали, что если бы не мы, то беды не миновать. Пришло однородительское собрание, а тут учительница говорит, что вот Егор вот такое вот совершил, что приехали, награждали его пожарные, МЧС. Я была в шоке, потому что когда он пришел, он мне ничего не сказал. Я почувствовала гордость за своего сына, что все-таки он не прошел мимо, хотя многие могли бы пройти. Пионеры – это ребята с активной жизненной позицией, которые готовы всегда помочь людям и не попросят ничего взамен. Я тоже участвую в новом пионерском движении. У нас в городе есть своя организация пионерская. Это Луховицкая районная детская общественная организация. У нас новые галстуки в цвет российского триколора и значки. Мы равняемся на пионеров и стараемся быть такими же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...